Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары с руководителями городских департаментов, служб и муниципальных предприятий. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Кто примет участие в месячнике по благоустройству в историческом центре города? Сколько дорог приведут в порядок после зимы? Какие территории будут благоустраивать в Самарском районе по программе «Комфортная городская среда»? В нашей студии глава Самарского внутри городского района городского округа Самара Роман Радюков. Роман Александрович, добрый вечер. 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 У нас много дворов, куда не может зайти серьезная техника, и, следовательно, вывезти оттуда снежные массы довольно-таки сложно. То есть приходилось работать, что называется, вручную. То есть лопатами, тачками выводить снег. Поэтому, конечно же, наблюдались неудобства, и жители об этом говорили, но на все замечания жителей мы старались реагировать максимально быстро, оперативно, при помощи управляющих компаний, опять-таки, при помощи Экомеда. В этом году губернатор Дмитрий Игоревич Азаров объявлял муниципальные субботники зимой, поэтому все муниципальные служащие выходили в выходные с лопатами в помощь коммунальным службам и расчищали. Кстати, очень хорошая практика. Мы потом самостоятельно организовывали эти субботники, и, опять-таки, сотрудники администрации по двенадцатым учреждениям выходили и помогали управляющим компаниям, и тротуары чистили. Ну, и так вот всем миром... Такая командно-образующая игра некая. Это же модно сейчас, а здесь вот еще и пользу принести. Да, и вот таким образом, ну, я считаю, что зимой справились. Ну, повторю, зима была очень снежная. Надеюсь, что следующая зима будет не такой, и мы пройдем ее гораздо легче. Ну, в любом случае, готовиться будем, на самом деле. Понимая все возможные, так сказать, перспективы, понятно, что район будет готовиться. Да, конечно. Вот ваша оценка. А система ЖКХ как вообще вот отработала? Отопительный сезон еще не закончен, но тоже уже, в общем, остаются какие-то считанные недели. Ну, если говорить о управляющих компаниях, и ТСЖ, ТСН отработали все... Ну, оценку общую могу дать удовлетворительно. Конечно, были нарекания и по количеству снега, если мы говорим, опять-таки, о снежных массах. Есть у нас компании-лидеры, которые, ну, обслуживают небольшое количество домов, и им гораздо проще справляться. Да, есть компании-аутсайдеры. У нас Самарский район, кстати, стал, наверное, такой беспрецедентным по количеству наложенных штрафов со стороны администрации. То есть, да, мы отправляли материалы и в Государственную жилищную инспекцию, мы тесно работали с прокуратурой всю зиму. Понятно, что и управляющим компаниям было тяжело, да, но, тем не менее, свои обязанности перед жителями, они должны выполнять. Обязаны выполнять. Они же их, скажем так, никто не заставлял брать эти дома. Конечно. Ну, вот так вот случилось, поэтому нужно все ресурсы использовать. Понятно, что зима когда-то закончится, но, тем не менее... А вот про штрафы расскажите. А какие минимальные суммы штрафов и какие максимальные? Просто вот, ну, для понимания и управляющим компаниям просто, ну, наука некая. Ну, я думаю, жителям будет это любопытно послушать и полезно. Ну, в зависимости от нарушения, так скажем, да, штраф варьируется там от 5 тысяч до 300 тысяч рублей. То есть 300 тысяч – это вообще, да, серьезная такая цифра, которая бьет по бюджету управляющей компании, и в будущем они, думаю, это хороший стимул, чтобы не нарушать в будущем. Но в защиту управляющей компании, хочу сказать, опять-таки, район специфический. У нас из 1480 многоквартирных домов, которые находятся на территории района, 1420 со скатными кровлями. Следовательно, да, постоянно съезжающий снег, постоянно образующиеся сосульки и так называемый теплый розлив, когда на чердаке тепло, тепло. Крыша греется, лед образуется. Да, абсолютно верно. И сосульки молниеносно образуются. Просто я даже сам замечал, что заставили управляющую компанию почистить сосульки. На следующий день эти сосульки, такие же сосульки висят в ночь. Хотя не было никаких погодных явлений, там не было снега, ну, поэтому боролись всем миром, что называется. И сотрудники администрации на постоянной основе мониторили район, обносили сигнальными лентами те опасные места, куда могли упасть сосульки и упасть на жителей, либо на проходящих мимо людей. Ну, а, соответственно, управляющим компаниям говорили о том, чтобы они оперативно счищали снег и сосульки именно с, в первую очередь, именно с тех мест, то есть с выходов на тротуары и так далее. Тут ведь еще какая, как бы, беда-то, когда управляющая компания счищает снег с крыши, важно, чтобы она эту крышу не повредила, потому что крыши и так, ну, много крыши не в лучшем состоянии находятся, а еще в процессе вот этой уборки снега, к сожалению, так может произойти, но тоже по объективным причинам. Ну, иногда, конечно, и по субъективным, когда люди работают не очень хорошо, мягко говоря, то есть используют не то, что нужно использовать. Вот это беда. Ну, да, абсолютно верно. Так как у нас район довольно-таки такой старый, у нас много шиферных крыш, и, расскажу так, что волна шифера, которая использовалась на момент строительства или на момент ремонта, там, может быть, в 60-х годах, да, эта волна не совпадает с теми листами, которые можно купить сейчас и заменить. То есть их просто нельзя друг на друга наложить? Абсолютно верно, да. То есть, следовательно, если пробивается шифер, там, лопатой, ломом или чем-нибудь, да, потом в итоге придется менять всю кровлю, потому что нельзя частично отремонтировать. Да, вот с такой проблемой мы, ну, на самом деле, не первую зиму, но об этой проблеме мы знаем, сталкиваемся, поэтому управляющие компании стараются очень бережно чистить именно такие крыши. Я, кстати, я все думаю про 300 тысяч штрафа. Это вот к вопросу тогда об уборке снега во внутри дворовых проездах, во дворах. Вот может управляющая компания получить штраф, если она, ну, скажем так, не очень хорошо убирает двор? Вообще, вот за что такой штраф могут наложить 300 тысяч? Конечно, это и за уборку двора несоответствующую, и, опять-таки, за те же самые сосульки и снег на крыше, за неглежащее содержание вверенной ей территории. А с отоплением как ситуация обстояла? Потому что, ну, сейчас уже плюсовая температура обстоит, но все-таки уже вот самые тяжелые времена-то позади. Ну, скрывать не буду, конечно, аварии были и на сетях, и которые принадлежат управляющим компаниям, и на сетях ресурсоснабжающих, ну, в частности, ПТС, потому что трубы у нас тоже не самые новые. Но, тем не менее, все аварии в течение зимнего периода устранялись оперативно, дискомфорта большого жители не получили, то есть в установленной законом сроке в течение, там, рабочего дня до 24 часов все устранялось, либо включалось по временной схеме, и потом в долгую ремонтировались трубы, либо сразу латались трубы, те, которые есть, и отопление пускали. А, кстати, знаете, вот о чем подумал, Александр Александрович? В этом году, кстати, вот в этом сезоне, тут понесглазить, вообще, ну, вот не было таких масштабных каких-то проблем с отоплением. То есть, вот слава богу, то есть понятно, что проблемы были, но не было такого, чтобы вот дома долго стояли без отопления. Ну, и не было таких порывов, как в прошлом году. Да, как вот когда, ну, действительно серьезные такие истории, когда там всем миром, что называется, были вынуждены решать. На самом деле, да, это так, но, опять-таки, за свой район могу сказать, это отчасти благодаря тому, что мы переложили прошлым летним сезоном большое количество магистральных труб тепловых. Это и на улице Чапаевской, и на улице Алексея Толстого, на улице Некрасовской, поэтому там у нас лежат новые магистрали, и, соответственно, теперь у них запас прочности на долгие-долгие годы. Вот, в этом году эта работа продолжится, и надеюсь, что со временем мы уйдем от этой проблемы вовсе. Ну да, во всяком случае, на очень долгое время. Весна пришла, дороги сейчас влажные, лед, снег, но, тем не менее, вот уже предстоит думать о ремонте. Какие планы по ремонту внутриквартальных дорог, то есть то, за что, насколько я понимаю себе, отвечает администрация района? Да, ну, планы у нас, не могу сказать, что грандиозные, но, действительно, ремонт внутриквартальных дорог и дворовых проездов, и дворов будет. В этом году у нас планируется отремонтировать порядка 26-28 участков, это, опять-таки, и внутрикварталка, и дворовые проезды. Сейчас документация готовится к торгам, как только пройдут торги, и, собственно говоря, наступит сезон, когда можно будет выполнять эти работы, эти работы будут выполняться, и мы постараемся сделать их максимально быстро, чтобы осенью уже можно было пользоваться новыми дорогами. Вот, кстати, вы говорите, как раз, чтобы можно было вовремя все сделать, когда примерно торги пройдут? Потому что работать можно начинать уже в мае, вот, на мой взгляд, но в середине мая, как правило, уже идеальная погода, то есть май, июнь, июль, август. Ну, мы думаем, что подрядчик у нас определится в последней декаде апреля, вот, и все, собственно, будет в срок. Но, опять-таки, мы все знаем о той ситуации, которая сейчас происходит с ростом цен, да, я искренне надеюсь, что подрядчики все-таки выйдут на торги и на наших условиях выполнят работы. Это важный момент, конечно, да, я прекрасно понимаю, что вот этот сезон, он будет сложный, на самом деле, по объективным причинам, потому что, ну, мы все наблюдаем, что происходит, на самом деле, с ценами. Я предлагаю сделать паузу, давайте посмотрим сюжет, и затем продолжим нашу беседу. Да, хорошо. Привести город в порядок после зимы к 1 мая. Такую задачу поставила глава Самары перед муниципальными предприятиями и департаментами. Всего за месяц предстоит навести порядок на площади более 46 миллионов квадратных метров. Это и дороги, и дворы, и общественные пространства. Специалисты муниципальных предприятий доложили о численном количестве сотрудников и техники. Главы районов рассказали о заключении санитарных соглашений с организациями, о распределении незакрепленных территорий и адресах, где жителям, которые хотят принять участие в субботниках, будут раздавать инвентарь и расходные материалы. Разобрали то, с чем мы подходим к этому месячнику по благоустройству, с какими контрактами, с какими силами, средствами. Поставили задачи, на что в первую очередь обращать внимание. Конечно, у нас весь месячник по благоустройству распределен по видам работы. Но и про текущую сезонную работу забывать тоже не нужно, отметила глава Самары. На заседании штаба присутствовали представители ресурсоснабжающих организаций. В холодную и снежную погоду участки, на которых произошли аварии, заделывают временным способом. Ресурсники выразили готовность привести в порядок все адреса, как только погода позволит это сделать. У каждого есть понимание количества вскрытий, которые заделаны по временной схеме на территории города. Есть графики, когда, в какие сроки, какие адреса они заделывают по уже постоянной схеме. Они доложили о том, что заключены контракты с подрядными организациями на выполнение этих работ. Заседания городского оперативного штаба станут проходить еженедельно. Будут подводить предварительные итоги, что сделано, в каких объемах, над чем еще предстоит работать. А также обсуждать дальнейшие меры по наведению чистоты в городе после зимы. Роман Александрович, итак, вот самое важное, на мой взгляд, событие предстоящего месяца – это месячник по благоустройству. 1 апреля он стартует. Нам предстоит привести город в порядок перед теплой погодой, перед летом. Что планируете делать в районе? Действительно, месячник стартует с 1 апреля. Как и во всем городе, в районе будет проведено 3 субботника, 4 средника. Этот год у нас будет, я думаю, что будет таким выдающимся, потому что в прошлом году, когда проходил месячник, мы помним, в какой ситуации мы были связаны с пандемией, да, и мы не привлекали жителей на месячник. То есть те люди, которые сами хотели убрать свою предворовую территорию, они выходили и самостоятельно убирали. Но мы говорили о том, чтобы все соблюдали правила, ограничения, дистанцию и так далее. В этом году стало немножко попроще. Поэтому мы рассчитываем, что в течение месяца у нас на всех средниках и субботниках примет участие порядка 15 тысяч человек. То есть, конечно же, это не все жители. У нас будут принимать участие и администрации, и подвесные учреждения нам, все муниципальные учреждения, организации, которые работают на территории района, объекты потребительского рынка, все социальные объекты, которые находятся на территории района. Сотрудники будут выходить, убирать прежде всего свою территорию, которая закреплена за ними, а также работать на прилегающих территориях. Будет у нас ежегодная акция пожирателей рекламы. Это когда студенты и волонтеры со шпателями выходят и зачищают столбы. И все те места, где незаконно наклеены объявления, тем самым приводя район и город в порядок. Вот. Ну, собственно, работы планируются традиционные. Первый средний, который состоится 6 апреля, это будет выращение снега, потому что снег в теневых местах, как правило, тает долго, и мы, собственно говоря, помогаем побыстрее растаять снег в газонах. Вот. Опять-таки, зачистка от объявлений. Когда наступит более теплый сезон, это будет и окраска поребриков, бордюров, ну, естественно, подметания, уборка вытаившего мусора. Опять-таки, у нас район специфический, и уже много лет так заведено, что жители во время Мечника по благоустройству выносят из домов мебель, предметы интерьера, которые им уже не нужны. Да, и складывают на уличную дорожную сеть. Мы силами администрации района и муниципального бюджетного учреждения все это грузим и вывозим для утилизации. То есть облегчаем жителям в этой части жизнь. Ну, то есть вы облегчаете жизнь и жителям, и вы облегчаете жизнь предприятиям, которые занимаются уборкой мусора, потому что иначе они могут просто это дело отнести на контейнерную площадку, и это уже будет их проблема. Вообще, вот, не знал, интересная традиция, ну, да, любопытно. Вот, кстати, что касается подведомственных учреждений, все понятно, потому что, ну, они, собственно, вот в самом слове заложены подведомственные. Вы можете отдать распоряжение, и они будут заниматься. Насколько откликаются организации торговые, общественного питания, там, офисные центры? То есть те компании, которые, собственно говоря, самостоятельно, самодостаточно, являются платилищиками налогов, но при этом, ну, вокруг них есть серьезная территория, и, конечно, им было бы неплохо ее привести в порядок. Ну, откликаются практически все, все организации, все предприятия. Если мы говорим об объектах потребительского рынка, конечно же, они в первую очередь приводят свои объекты в порядок, это их лицо, да, то есть они моют окна, входные группы приводят в порядок, борются с таким бичом центра, да и всего города, как граффити, потому что много нарисовано, сейчас не скрою, да, на стенах в районе, и из-за отрицательных температур вовремя это было бы, ну, неправильно закрашивать. Закрашиваем постоянно, но пока мороз, это не очень эффективно. То есть они будут закрашивать на своих объектах и граффити, но и в большей части и прилегающую территорию убирают с большим удовольствием, потому что солнце, хорошая погода, общение, тем более весь шансовый инструмент, кому чего не хватает, да, мы предоставляем. У нас на территории каждого ТОСа, территориального общественного самоуправления, есть пункты выдачи, то есть у нас их три на территории района, плюс у нас пункт выдачи будет рядом с администрацией на Некрасовской, 40, и в каждой управляющей компании также есть свой запас шансового инструмента, мешков, перчаток, которые они готовы выдать жителям. Вот штабы по месячнику проводим еженедельно на протяжении уже, ну, сегодня был третий. Соответственно, все докладывают о том, что шансовые инструменты, мешки, все в наличии, и жители, которые захотят выйти и убраться, всем обеспечим. А можно получить только вот, условно говоря, в субботник и в средник или это, ну, можно в любой день прийти и сказать, дайте мне, пожалуйста, лопату грабли, несколько мешков, я хочу там, например, свой газон убрать. Нет, можно получить в любой день, все объявления и через мессенджеры управляющим микрорайоном рассылают, старшим по домам, жителям активным, все знают, где это получить. Если говорить вот опять-таки об администрации, да, у нас всегда двери открыты, и мы в любой день можем выдать необходимый инвентарь. Что касается управляющей компании, то же самое, поэтому, если у человека возникнет желание и возможность убраться в какой-то день отличный от среды и субботы, да, милости просим, конечно, мы всем обеспечим. Самая главная наша цель – это привести город в порядок. Вот это очень важно, чтобы город был чистый, потому что впереди лето, впереди тепло, хорошая погода, и хотелось бы, конечно, гулять по чистому городу. Важный вопрос. Мешки, вот вы сказали, будете выдавать мешки с мусором, чтобы вот оперативно их убирали, Роман Александрович? Потому что, ну вот, это очень-очень важно. Как организовать так, чтобы мусор убрали и максимально, вот мешки, я имею в виду, а потом максимально быстро все это вывезли? Конечно, и с жителями, и со всеми участниками, так сказать, этого процесса мы проговариваем. Все мешки будут выставляться на уличную дорожную сеть, и будет ехать машина их собирать. С логистикой тоже все отстроено, эта цепочка выстроена, сотрудники администрации постоянно мониторят район на предмет этих мешков и тех же самых диванов, да, чтобы они тоже долго не задерживались у нас на обочинах. И будем оперативно вывозить все в тот же день, когда эти мешки образуются. Я предлагаю посмотреть еще один сюжет, и затем продолжим беседу. Народные контролеры. Так себя прозвали жильцы 80-го дома по улице Алексея Толстого в Самаре. Все вместе они поучаствовали в программе формирования комфортной городской среды, разработали проект, а сейчас пристально наблюдают за ходом работ по асфальтированию двора и внутриквартальных проездов, а также установки малых архитектурных форм. С нами согласовывали работы. Как видите, все идет по плану, двор преображается. Сейчас заделают асфальт, приедут вазоны. После вазонов приедет грунт, и начнется уже детская площадка. Кроме жителей работы контролируют представители администрации и общественники. Здесь я присутствую как раз в цели мониторинга всех проводимых работ, потому что я являюсь представителем общественности. Администрация города работает очень хорошо. Только в Самарском районе в этом году комплексно преображается шесть дворовых территорий. Кроме того, в нескольких дворах обновят проезды и дороги. Всего в этом году в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда» преобразятся порядка 50 дворов во всех внутригородских районах Самары. Роман Александрович, итак, программа «Комфортная городская среда». Вот мы посмотрели сюжет прошлого лета. Люди активно интересуются этой темой, люди участвуют. Вот давайте поговорим о текущем годе. Какие проекты будут делаться в 2022 году по программе «Комфортная городская среда»? По программе «Комфортная городская среда» в этом году мы обустроим пять дворов. Если говорить об адресах, это Венск-72, Самарская-51, Молодогвардейская-38, Чапаевская-112 и улица Венск-115, Дропе-Ленинская-22. Еще осенью прошли торги. Определен подрядчик. Сегодня прошло у меня совещание с подрядчиком, такое, можно сказать, уже финальное. Полная уверенность в том, что работы будут выполнены. Будут выполнены качественно и в срок. Срок у нас стоит до 1 сентября. То есть к 1 сентября эти дворы получат новые площадки в соответствии с тем, что они хотели и заявляли в протоколе. А что обычно люди хотят, кстати, если говорить «хотели и заявляли»? Наиболее частые хотелки, так сказать. Ну, конечно же, в основном это детские площадки, потому что все делается для деток. Например, по Венск-72 мы будем менять существующую детскую площадку на новую, та, которая уже прослужила и отслужила свое время. Мы поменяем на новую, современную, хорошую площадку. Устанавливаются вазоны, урны, лавочки. Все в соответствии с пожеланиями жителей, с пожеланиями тех жителей, которые живут в этих домах. Потому что если, допустим, деток нет и жителям интереснее зона отдыха для взрослых, значит, будет зона отдыха для взрослых. Если дети, значит, будут детские площадки. Если нужен спортивный инвентарь, значит, будет спортивный инвентарь. То есть все зависит от пожеланий жителей. Самое главное в этой ситуации быть максимально активными, потому что в 2022 году эта программа не заканчивается. Она будет реализовываться и в 2023, и в 2024, и так далее. Да, поэтому, пользуясь случаем, я призываю всех активных жителей участвовать, подавать заявки. Все заявки будут рассмотрены. И по мере возможностей и финансирования, конечно же, мы все дворы благоустроим. Самое главное, чтобы эти дворы потом приносили радость проживающим там жителям. Что может попасть, какие территории могут попасть в программу КГС в 2023 году? И вот что нужно сделать? Давайте расскажем. Ну, про 2023 год у нас уже есть сформировавшаяся очередь. И на 2023 год, если, конечно же, мы будем встречаться с жителями, наверное, в мае-июне и обновлять, так сказать, данные, потому что, может быть, пожелания изменятся, может быть, у них вообще приоритеты какие-то поменялись. Если нет, то у нас на 2023 год определена уже очередь, и определены тоже, это будут 5 или 6 дворов, в зависимости от финансирования и от объемов работ, которые на этих дворах нужно сделать. То есть здесь понимание есть. Дальше, чтобы попасть в эту программу, нужно либо обратиться к своему управляющему микрорайону, либо прийти в администрацию, помогут составить заявку, нарисовать дизайн-проект. То есть можно ручкой хотя бы то, что приблизительно хотите. Естественно, мы поможем все это уже сделать таким более качественным, для того, чтобы эта документация прошла и на торги, и дальше реализовалась. Просто нужно определиться, что хотите, и прийти, либо обратиться к управляющим микрорайонам, либо прийти в отдел ЖКХ администрации Самарского района. Дальше специалисты помогут все сделать. Тут какой момент интересен, ведь у людей могут быть разные мнения. Они должны вначале внутри себя, условно говоря, в своем микрорайоне или в своем дворе определиться. Потому что кто-то может сказать, что мне нужны, условно говоря, лавочки, а кто-то скажет, что мне нужно три новых дерева, а кто-то скажет, что мне нужна детская спортивная площадка. И здесь может возникнуть некое противоречие, на самом деле. Конечно. И мало того, эти противоречия возникают регулярно. Поэтому после того, как инициатива прошла, как правило, либо управляющим микрорайоном, отдел ЖКХ, и я лично выезжаем во двор, встречаемся с жителями и разговариваем о том, что более приоритетно для этого двора, и убеждаем тех людей, которые, говорят, зачастую есть такие люди, которые, я хочу здесь мангал, понятно, к чему это все приводит. Мы говорим, что это все-таки комфортная городская среда, понятно, что она должна быть комфортной для каждого, но все-таки большинство жителей должно получать от этого удовольствие. Как правило, находим консенсус, общие точки соприкосновений, и жители остаются довольны тем проектом, который в итоге получается. Ну что ж, спасибо за интересную содержательную беседу. Время программы подошло к концу. Я надеюсь, что все те проекты, которые запланированы в рамках программы «Комфортная городская среда» будут реализованы. Мы увидим, как это выглядит, ну и, собственно говоря, потом сможем в дальнейшем преобразовать район и преобразовать Самару, делать ее более красивой, более удобной для нас всех. Да, спасибо. И, пользуясь случаем, приглашаю всех на месячник по благоустройству. Вот, это очень-очень важно. Все выходим и все убираем наш город. Да. В нашей студии был Роман Радюков, глава Самарского внутри городского района, городского округа Самара. Все намечничники по благоустройству, удачи в делах. Увидимся, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова